Продолжение следует... Меня зовут Артём, я являюсь членом Молодёжного экспертного совета фонда имени Миклуха Маклая, Института Востоковедения Иран. И рад вас всех опять же приветствовать на нашей уже второй лекции, которая будет посвящена отечественным экспедициям на берег Маклая. Напомню, что берег Маклая — это северо-восточное побережье Новой Гвинеи. И сегодня мы с вами поговорим о 70-х годах XX века, которые стали важной такой вехой в развитии отечественных исследований на Новой Гвинеи, отечественных исследований океании. И так как советским учёным-этнографам у них появилась возможность проводить эти полевые исследования на Новой Гвинеи впервые со времён Миклуха Маклая. И тем самым они подготовили плацдарм для более длительных исследований и для будущих поколений. Также вкратце скажу о проекте экспедиции трёх веков по следам Миклуха Маклая. Проект реализуется фондом имени Миклуха Маклая при поддержке фонда президентских грантов. Во-первых, благодаря проекту вы узнаете об истории отечественных исследований Новой Гвинеи в XIX, XX, XX, XXI веках. А также, если вы уже готовы отправиться в экспедицию на Новой Гвинеи, я думаю, вы уже готовы, то благодаря проекту вы можете представить проект собственной экспедиции на Новой Гвинею, на берег Маклая. И, вероятно, именно ваш проект войдёт, так сказать, в историю и войдёт также в расписание исследований отечественных учёных во время экспедиции. И, естественно, вас тоже... Естественно, может быть, привлекут к исследованию этого острова. Ну и хотелось бы сказать, что, как мы знаем, Миклуха Маклая проводил свои исследования в 1870-х, 1880-х годах. И уже на рубеже XIX, XX веков экспедиции после Миклуха Маклая русских учёных на Новой Гвинею, в Океанию в целом, они проводились всё реже, реже, а затем и вовсе прекратились. Например, вот на Новой Гвинеи в 1912-13 годах был отечественный учёный, ботаник Николай Любимов. На Новой Гвинеи он, можно сказать, был проездом, но в то же время он был восхищён вот этим богатством природы, которое было на Новой Гвинеи. И говорю, что Новой Гвинеи там спустя 50-100 лет и более станет настоящим раем для учёных, потому что там найдётся место для исследования любому. И вот уже в середине 1920-х годов стали выдвигаться планы по продолжению научных исследований новогвинеицев, жителей Океании. Однако вот из-за политических там перестановок, социальных, затем вовсе началась Великая Отечественная война. И все работы по этому направлению, естественно, были прекращены. И вот только уже в послевоенные годы в распоряжение Академии наук СССР поступило судно «Витязь». И оно стало уже совершать регулярные рейсы в Тихий океан, сначала его в Северный, а затем и в Южные широты. Но эти экспедиции в основном носили вот такой океанологический характер, то есть изучался Мировой океан и так далее. А советские этнографы отправились туда только уже спустя год, в 1971 году. Но за это время вот это судно «Витязь», например, в 1966 году, заходило в первый раз на берег Маклая. И заходило оно туда только для пополнения провизии и топлива. А уже в 1970-м оно зашло на берег Маклая на несколько часов, где участники экспедиции установили обелиск, посвященный пребыванию в этих краях Николая Николаевича Миклуха-Маклая. И вот советские этнографы, как я уже сказал, оказались там в 1971-1977 году. И стоит напомнить, опять же, что этнография — это наука, которая изучает и описывает материальную и духовную культуру народов мира. Естественно, отплытие шестого рейса научно-исследовательского судна Дмитрий Менделеев, на котором как раз-таки советские учёные отправились в экспедицию, было запланировано из Владивостока на июнь 1971 года. И в этой связи, естественно, в Академии наук СССР, например, в Институте океанологии, Институте этнографии, началась напряжённая подготовка к уникальной экспедиции. И неудивительно, что первым делом, естественно, когда вы готовитесь к экспедиции, когда вы будете отправлять свои заявки на конкурс, нужно знать, что встаёт, вот это поднимается вопрос формирования самой команды экспедиции. То есть кто войдёт в ваш отряд, кто станет его начальником. И среди кандидатов, естественно, были известные специалисты по этнографии народов океании. Например, возглавил экспедицию этнограф Даниил Давидович Тумаркин, как раз на этих слайдах он показан. В экспедицию также было решено отправить, например, учёного, специализирующегося на истории и наследия Миклуха Маклая, на Папуасах Новой Гвинеи, Николая Бутинова. И вот все эти два специалиста собрались, то есть Даниил Тумаркин и Николай Бутинов, и в Академии наук обнаружили, что в стране больше не было этнографов-океанистов. И Даниил Тумаркин, например, уже тогда разбирался прекрасно в этнографии, продвинулся далеко в изучении наследия Миклуха Маклая, его трудов, но у него не было работы в поле, не было опыта вот этого, то есть выезда в этнографическую экспедицию. А поэтому необходимо было прежде всего включить в отряд опытного этнографа-полевика, у которого выезды такие уже были. Ну, естественно, критерии отбора в экспедицию были следующие, то есть это довольно физически выносливый человек, морально выносливый человек, что особенно важно в экспедиции, который при этом за довольно короткое время может войти в курс дела и подготовиться к изучению сразу такого большого круга проблем и всех их освоить. И тут уже, например, выбор пал на Владимира Басилова, который был специалистом по шаманству в Центральной Азии. Ещё один этнограф-полевик, например, которого включили в этнографический отряд, был Михаил Крюков. Михаил Крюков, например, занимался восточной, юго-восточной Азии, особенно Китаем, и также владел некоторыми проблемами этнографии и имел опыт общения с иностранными учёными, что, естественно, тоже важно. И как вот вспоминает Даниил Тумаркин, Михаил Крюков шутил, что он не только работал в Институте этнографии Академии наук, но при этом ещё и жил в Москве на улице Микуха-Маклая, поэтому отказаться от предложения, отправиться в такую экспедицию, естественно, он не мог. В состав отряда также включили антрополога, фольклористы. Например, антропологом был Олег Павловский, фольклором занимался Борис Путилов. И вот это как раз коньком Бориса Путилова был сбор вот этих мифов, легенд народов восточной Европе, куда он регулярно выезжал. Естественно, вот за этот промежуток времени, когда советские учёные готовились к экспедиции, естественно, перед тем, как отправляться в экспедицию, вы должны уже знать, что сделано там по этому направлению учёными до вас, потому что тогда в противном случае, если не обладать этим материалом, можно, например, приехать туда, решить, что, например, кто-то совершил открытие, а потом вернуться и оказаться, что в этой книге об этом уже написано лет 50 назад. Поэтому, естественно, весь материал справочный, нужно обязательно собирать в этом месте, куда вы отправляетесь, и что там уже открыто разными учёными. Естественно, когда они знакомились с трудами Миклуха Маклая, тоже Даниил Тумаркин вспоминает, что буквально все заболели вот этим изучением наследия Миклуха Маклая, и все с удовольствием зачитывались его исследованиями. И также известно, что во время своих путешествий в 1870-80-х годах Миклуха Маклай составлял словарики языков, изучаемых им народов. И чтобы продолжать развивать вот эти этно-лингвистические исследования, например, рекомендовали включить в отряд лингвиста. И в частности им стал, например, Николай Гиренко. Николай Гиренко тогда занимался народами Африки, работал переводчиком в Танзании, то есть отлично владел английским. Например, одним из наиболее распространённых языков в Африке — Суахили. Он, естественно, был опытным человеком, который также пригодился в экспедицию. Но я напомню всё-таки, что Новая Гвинея находится в южной части Тихого океана. Так что в экспедицию, естественно, все отправлялись не в Африку. Его целью советской экспедиции стало проведение вот этого всестороннего исследования образа жизни и культуры обитателей северо-восточного побережья Новой Гвинеи, который называется берегом Аклая, и также различных островов океана. То есть, например, туда входило изучение хозяйственного уклада, социальной организации, образование, какой был фольклор, то есть какие у них были религиозные представления. И сама экспедиция 1971 года была посвящена двойной годовщине — столетию со дня первой высадки на берегу Аклая Николаевича и 125-летию со дня его рождения. Этнографический отряд состоял из восьми учёных, и к ним также были прикреплены, например, кинодокументалисты. То есть, естественно, когда вы отправляетесь в экспедицию, Миклуха Маклая, например, был талант к рисованию, благодаря вот этому таланту он всё успел, смог запечатлеть. Но уже в советское время и, естественно, в современной тоже уже есть фотоаппараты, доступны видеокамеры, поэтому, естественно, без этого в экспедиции не обойтись. И вот экспедиция покинула Владивосток в 1971 году, и уже в июле, 9 июля, они прибыли на сам берег Маклая, где столетия назад проводил свои исследования Николай Николаевич. И вот учёные прибывают к берегу Маклая на корабле. То есть, надо понимать, что прямиком к берегу туда подходить не получится, потому что там коралловые рифы. И они, естественно, спускают шлюпку, и на этой шлюпке экспедиционный, вот этот этнографический отряд направляется к берегу. И тем временем на берегу собралась огромная толпа папуасов, которые настороженно и хмуро рассмотрели вот на эту приближающуюся шлюпку. Однако их настроение резко поменялось, когда, и причём в лучшую сторону, когда они услышали от пришельцев, по сути, «О таму кайе», «О аббатра симум», то есть означало «О, люди, здравствуйте, мы с вами, братья». То, что некоторые члены этнографического отряда, они в некоторой степени могли изъясняться на местном языке, произвело на папуасов очень сильное впечатление. Тоже важно помнить, что если вы отправляетесь куда-то в экспедицию, естественно, надо знать местный язык, чтобы собрать более качественный этот материал. И вот, естественно, на вот этом языке тогда говорили только в деревне Бонгу, и даже австралийские колониальные чиновники, которые тогда вот эту деревню посещали на берегу Маклая, они не знали этого языка. И общались с бонгуанцами преимущественно на английском или на токпесине. Токпесин — это такая папуо-новогвинейская смесь английского, немецкого языков и прочих. Всего же нам надо помнить, что на Новой Гвинеи вообще насчитывается 867 языков. А сейчас, естественно, папуасы тогда в советское время увидели людей, которые говорят на одном из вот этих 867 языков, и они, естественно, были поражены, и поражены, естественно, положительно. Они понимают, что это также акт и уважение к их народу. И вот тогда на Новой Гвинеи еще и узнали, что советские ученые прибыли из Тальмаклай, то есть из деревни Маклая, Талия, это на бонгуанском деревне, потому что у них нет слов, которые означают страну или государство. И радость папуасов, естественное удивление, возросли еще больше. Бонгуанцы из-за этого, например, охотно отвечали на вопросы советских этнографов, всячески им помогали. И уникальность вот этой реакции папуасов также свидетельствует о том, что советским ученым, в принципе, это не требовалось преодолевать вот этот психологический барьер между ими и коренным населением, так как сто лет назад это уже сделал Николай Николаевич Маклухов, и потратил, естественно, на это не один месяц. И в ходе вот этой четырехдневной полевой работы советские ученые установили, что бонгуанцы сохранили многие основные черты вот своей вот этой самобытной культуры, а элементы западной культуры, то есть были наложены на их традиционный уклад жизни. Так, например, основой хозяйства у них оставалось земледелие, рыболовство, прежними были земледельческие орудия, труда, широко были распространены циновки, это такие настилы из пальмовых листьев, посуда из дерева, скорлупы, кокоса, глиняные горшки, которые еще при Миклух Маклая пунгуанцы приобретали в соседней деревне. И, например, на рыбную ловлю жители деревни Бонгу выходили в традиционных лодках с балансиром, но при этом использовали уже железные рыболовные крючки, наконечники бамбуковых острок они, например, делали из гвоздей. И в Бонгу появилась и начальная школа, и церковь, и даже, например, лавочки по поводу такие наподобие киосков, которые были практически все время закрыты, а их владельцы уже также занимались земледелием и рыболовством наравне с другими бонгуанцами. У местных жителей, например, также были в широком потреблении металлические топоры, пилы, ножи, одежды европейского покроя. Они, правда, по-прежнему ходили босиком, но уже одевались, как, в принципе, и принято в Европе. Использовали керосиновые лампы, например, у них были также радиоприемники. Естественно, такой примечательный случай был, вот я вам рассказывал, о мемориале, который там установили, и представитель, когда советские ученые туда прибыли, они пробыли там какое-то время, и представитель колониальной австралийской администрации единственное, что попросил их, не ходить вот к этому мемориалу, на мыс, где когда-то была хижина Миклуха Маклая. Естественно, главное не устраивать там никаких праздников массовых, потому что в противном случае, как он предупреждал, например, некоторые бонгуанцы могли просто-напросто начать раскопки под этим обелиском, чтобы обнаружить богатство, которое им прислал Маклай. И с каждым днем советские ученые из-за этого, опять же, все более убеждались, что вот пребывание в Бонгу, Миклуха Маклая, оставило большой и глубокий след в сознании местного населения. Здесь, там, на берегу Маклая, узнавали о нем с детства. Мифы о нем и рассказы передавались из поколения в поколение, от отца к сыну, и при этом даже некоторых детей называли, например, давали имя, или по и добавляли к нему Маклай, или просто называли его Маклай или Николай. Бонгуанцы, например, также помнили, что именно Николай Николаевич первым привез им стальные ножи, топоры. Многие из них, многие, например, культурные растения подарили орудия труда из железа. И вот эти все исторические факты запечатлелись не только в исторической вот этой коллективной памяти, но еще, например, таких фонетически измененных русских слов. Например, с хапор означал топор, гугруз — кукурузу, арбуз — арбуз, и быка они называли бика. Ну и кроме того, естественно, к местным названиям культурных растений они прибавляли, например, в слово Маклай, то есть игурец назывался дегри Маклай, тыква валю Маклай и прочее, прочее. Ну и особенно нам важно отметить, что каждый из восьми советских этнографов собирал на берегу Маклая информацию строго по своей специализации. Например, там кто-то занимался изучением языка, кто-то собирал коллекцию материальной культуры, кто-то записывал на магнитофон, как там местные песни, например, местные музыкальные инструменты. Но попутно каждый ученый интересовался более широким кругом вопросов и также кругом вопросов своего товарища, чтобы его подстраховать на всякий случай. Естественно, из-за большого объема вот этих исследовательских задач, которые стояли перед экспедицией. И в последний день пребывания этнографов в деревне, папуасы устроили в их честь грандиозный праздник с песнями, танцами. Они, например, показали пантамин о первом прибытии Николая Николаевича Миклух-Маклая на северо-восточной побережье Новогвинеи, которая как раз-таки изображена на данном слайде. Мы видим вот этот момент, его первой встречи с Туей, и вот эта его реакция, когда он лёг на ценовку и уснул при первой встрече с новогвинейцами. И, естественно, 13 октября учёные уже отправились во Владивосток. Ими был собран, и также по островам Океании в экспедицию, ими был собран огромный этнографический материал по культурам и обычаям коренного населения берега Маклая, а также из различных архипелагов и островов Океании. Их вот эти исследовательские результаты, были изложены в нескольких монографиях ради статей, которые были опубликованы в научных журналах, потому что важно понимать, что после экспедиции, экспедиция это только проводится для сбора материала, а обрабатывается он уже в дальнейшем. И, естественно, этот материал надо представить должным образом, чтобы о нём узнали и учёные, и более широкий круг зрителей. Например, учёные узнают это из научных журналов, более широкий круг из документальных фильмов. Естественно, важно это суметь подать так, чтобы, кстати, мы с вашим исследованием, с его результатами ознакомились как можно больше народу. Естественно, зачем совершать исследование, если о нём будете знать только вы. Для вашей как раз цель также не только провести успешную экспедицию, но успешно её представить среди населения. И вот в 1977 году уже состоялся другой экспедиционный рейс того же судна Дмитрия Менделеев, в который как раз-таки опять же вошли учёные-береговики. Это, например, этнографы, зоологи, ботаники, потому что на Новом Гвине, естественно, как я уже повторялся, можно изучать абсолютно всё. И целью вот этой второй советской экспедиции стало продолжение изучения вот этих современных культурных особенностей жителей берега Маклая, например, их хозяйства, общественного строя, демографической ситуации, религии, фольклора. Естественно, сбор также предметов искусства туда обязательно входил. Не особое внимание, опять же, было уделено уже социологическим исследованиям. На этот раз в этнографический отряд входили пять учёных, и как в предыдущий раз к ним были также присоединены кинодокументалисты. И перед тем, как попасть на берег Маклая, который располагается на северо-восточном побережье Новой Гвинеи, экспедиция сначала заплыла в Порт Морсби. Это город уже на юго-востоке, который тогда и сейчас остаётся столицей уже независимого государства Папуа-Новой Гвинеи. Потому что важно понимать, что тогда советские учёные в 1971 году проводили исследования ещё, по сути, в колонии австралийской, а в 1977 году они проводили уже исследования в независимом государстве. И вот советские учёные на это время провели уже пять дней в этой экспедиции. Они проводили полевые работы по различным направлениям. Например, вот Даниил Тумаркин, который, опять же, возглавил экспедицию, он помимо координации исследовательского отряда также занимался изучением соотношения традиций и инноваций на Новой Гвинеи, то есть какая у них там была власть. Записывал мифы и предания Аника, Аника, Анича, Миклух, Маклая. Другие, например, работали над демографическими аспектами, над материальной культурой. Кто-то, естественно, записывал там различные, опять же, звучания и местных барабанов, и местных музыкальных инструментов. Местного, например, у них есть такой щелевой гонг, это такое большое, по сути, большое дерево, большое ствол, которое внутри полый, и по нему бьют, и он выполняет такие функции сигнального гонга. Например, ручного барабана Акам, который, опять же, покажем вам в следующих лекциях, и многих музыкальных инструментов. И вот наряду вот с этими традиционными гонгами для этнографов, методами вот этой полевой работы, учёные решили использовать, вероятно, впервые на Новой Гвинеи метод анкетирования, который тогда уже активно применялся в СССР. Они составили анкету. Эта анкета состояла из 60 и более вопросов, которые были призваны выявить вот этот демографический состав жителей деревни Бонгу, уровень их образования, знание языка, какая у них была миграция населения, почему она происходила, в какие места, какой был состав у семей, какие у них были брачные, например, связи, как было отношение отцов там и родителей к получению образования, какой был, естественно, выбор профессии. И благодаря всему этому учёным удалось собрать сведения аж о 63 бонгуанских семьях и анкетирование, вот такое, как дополнение к традиционным методам полевой работы, позволило этнографам в условиях острой нехватки времени, по сути, что там, 5 дней, получить более полное представление о социально-экономических и культурных вот этих процессах в деревне Бонгу. И опять же, вот на этом слайде мы видим начальную школу в 77-м году, и в этой школе, в принципе, бонгуанцы, бонгуанские дети получали образование до 5-го, 8-го класса, если мы будем считать в пересчёте на российское образование. А после этого они могли отправиться в университет с приобретением независимости на Новой Гвине. Естественно, построился университет, это не один, сейчас вообще в университетах там обучаются десятки тысяч молодых людей. Естественно, так что важно понимать, что это уже было независимое государство, которое могло предоставить определенные возможности для образования. Ну, естественно, советскими учёными также были установлены, что времена Меглуха Маклая, как мы знали, есть деревни Гаренду, Бонгу, Гумбу. То есть они всегда фигурировали в дневниках, в различных статьях. Но советские учёные обнаружили, что вот эта вот, как-то так сказать, этнографическая общность, культурная вот эта этническая группа Бонгу, она также проживала ещё в четвёртой деревне, которая называлась Собанглю. И об этой деревне и Меглуха Маклай опять же упоминал, ну, довольно мало, и в принципе они её обнаружили и совершили вот это открытие. Им, например, удалось собрать ценный материал о функциях мужских домов. То есть в прошлом и настоящем. Мужской дом — это такая, ну, хижина довольно крупная, в которой проживают юноши перед тем, как стать мужчинами. То есть они там учатся о охоте, рыболовстве, ведению домашнего хозяйства, огородничества. И если они проходят все эти испытания, естественно, то считается, что у них может уже... Они могут заводить семьи, они смогут построить дом, они смогут обеспечить свою семью, в том числе и питанием. Естественно, потом в честь этого у новогринейцев устраивается праздник. И также, естественно, советские учёные узнали, что бангуанцы уже преимущественно были обращены в христианство, но при этом вот это их верование тесно переплеталось с традиционным. Сели себя в сфере сельского хозяйства, например, Даниил Тумаркин нашёл довольно такой любопытный и важный ему элемент. Например, сеть вот этих оросительных каталов, которые проходили по огородам в деревне Бонгу. И об этой сети ничего никогда не писал Миклух Маклай. Хотя сами бангуанцы говорили, что она у них есть с незапамятных времён. Ну, естественно, в быту у них широко уже использовались электрические фонарики, опять же, радио. Но при этом всё это накладывается на то, что они также могли использовать, например, бамбуковую посуду, глиняные горшки, те же циновки. А дома строились исключительно из местных материалов. Ну вот, покинув Папуа-Новую Гвинею, советские учёные зашли в австралийский город Бризбан, а затем направились к островам Финджи, Фиджи и Тонго, где также собрали довольно интересный этнографический материал. Но при этом на островах Тонго, это как бы Тонго, ещё надо понимать, это вообще Полинезия, это ещё дальше, чем Новая Гвинея. А состоялась знаменательная встреча членов советской экспедиции с Танганским королём, у которого было довольно интересное по хобби он собирал русские балалайки. И поэтому начальник этнографического отряда Даниил Думаркин приобрёл в Москве специально красивую такую концертную балалайку и, естественно, во время аудиенции Танганского короля подарил ему вот этот красивый подарок, которым он остался доволен. И вот по себе же, по своему опыту могу сказать, я, например, до сих пор нигде не вычептал, почему же всё-таки Танганский король собирал балалайки, и как вообще они до него доходили. Поэтому, может быть, в ходе ваших экспедиций как-нибудь вам удастся встретиться с потомком Танганского короля, и он вам расскажет уже, как он этим всем занимался. Естественно, это довольно интересно. Ну и так полевые работы советских этнографов в 1970-е годы, они продолжали вот эту научную традицию изучения берега Маклая и океании в нашей стране, которой вот эта традиция, естественно, уходила уже, например, на последний третий 19-го столетия. Естественно, они подготовили почву уже для будущих поколений исследователей. И дальнейший этап изучения Новой Гвинеи начинается только в 17-м, в 19-м году, о котором мы поговорим на следующей лекции, на третьей. И, естественно, также надеемся, что благодаря конкурсу, благодаря вашим идеям исследований на берегу Маклая вот этот новый этап возрождения российских исследований Новой Гвинеи, он продолжится и в 2020-х, и в 30-х, и в 40-х годах. Так что, естественно, мы на вас рассчитываем. И хотелось бы отметить, что вы свои анкеты и вообще заявки, на участие в конкурсе, можете как раз-таки отправлять по ссылке expedition.mikluchmakla.ru это ссылка на самую страницу проекта, вы можете там узнать и больше о проекте, и на что он сосредоточен, и, естественно, также отправить благодаря нему свои заявки. Если у вас есть какие-либо вопросы, я с удовольствием на них отвечу по советским экспедициям, по экспедиции Миклуха Маклая, по самому конкурсу, так что буду рад любым вопросам. Ну, еще, кстати, присылаю вам фильм документальный «Ассель Туй. Потомок Туя». И этот фильм как раз-таки в этом фильме тот самый «Ассель Туй», он потомок того самого папуаса Туя, который был первым другом Миклуха Маклая. Это новый фильм документальный фонда, рассказывает о бытие на логвинейцах с первых уст. Так что, естественно, я думаю, будет очень интересно. Фильм новый, поэтому я уделюсь им тоже в чате. И жду вопросов. Да, я вижу у Никиты. А вот как сейчас именно в современности выглядит новая глинея? И там появилось что-то новое? Спасибо за вопрос. Да, Новая Гвинея это довольно современное государство, потому что сложился стереотип, естественно, видно на фотографиях, что они, например, ходят все там в украшениях различного природного происхождения. Но мы, например, видим, что здесь во время церемоний, во время национальных праздников они всегда одеваются в свои национальные одежды. То есть сейчас, вот, например, масленицы, если бы у нас была масленица, мы бы сейчас все надели кокошники, сарафаны, порты, там, картузы и пошли, естественно, по улице. Естественно, у нас так никто не делает. А Новая Гвинея они бережно хранят свою культуру. Поэтому этот элемент уже национальной одежды. Но в то же время в поседневной жизни они ходят вот так. То есть мы видим, опять же, дети одеты в шорты, там, футболки, майки. И сейчас это уже, ну, с уровнем развития государства. Папа-Новая Гвинея это довольно перспективное государство, пусть оно и развивающееся. Там есть много газа, нефти, золота, то есть при этом богатое наследие в плане истории, культуры, ее еще исследовать и исследовать. Но там есть также, например, большие города довольно, там население от 400, например, 400-200 тысяч человек. Там люди ходят на такую же работу, как и везде. Также одеваются кто-то в рубашке-галстуке, кто-то в футболке. Ну, все абсолютно так же, как у нас. Ну, естественно, у них немного быт в деревне и в городе отличается, потому что в городе, как и у нас, абсолютно люди там могут также заказать пиццу, также сидеть за компьютером. В общем, все то же самое. Все в то время, как в деревне они могут уже заниматься огородами, ну и у нас, в принципе, в деревне занимаются вот этим огородничеством. Так что все совпадает, но, естественно, уровень развития страны пока не такой высокий, как, например, у европейских стран, но страна довольно перспективная, поэтому в ней, естественно, всем есть чему заняться. Вижу. Опять Никита, да? Да, у меня вопрос. А вот есть вроде бы Новая Гвинея. Есть просто Гвинея, как Нью-Йорк или просто Йорк? Есть, конечно, да. Всего же в мире Новую Гвинею часто путают. То есть, когда расскажешь человеку о Новой Гвинеи и потом сравниваешь его с Африкой, он говорит, ну да, Новая Гвинея же в Африке, типа, зачем ты ее сравниваешь? Но на самом деле Новая Гвинея располагается в южной части Тихого океана, это одна Гвинея. И там независимо государство Папуа, Новая Гвинея, которая занимает восточную часть Новогвинейского острова. Но в то же время в Африке есть три государства. Это Гвинея, Гвинея, Бесау, Квейтриальная Гвинея. И это абсолютно разные государства. И часть их путают потому, что, например, когда Новая Гвинея открывалась, естественно, мореплаватель назвал ее Новой Гвинеей, потому что он увидел схожесть с африканскими берегами. То есть примерно такая же тропическая природа, темнокожая население, ну значит, это Новая Гвинея будет. Но на самом деле и население там генетически отличается от африканского очень сильное культурное. Поэтому Новая Гвинея, Гвинея-то в мире четыре, но путать их нежелательно. Мы с вами отправляемся на берег Маклая, на Новую Гвинею в Тихом океане. Вижу вопрос, да? Шиля. Здравствуйте. Извините, что я хотел задать вопрос. Если я, например, хочу поехать в Новую Гвинею к местному населению, то какой обязательно язык я должна знать? Прекрасный вопрос. Как мы уже с вами говорили, на Новой Гвинеи 867 языков. Но эти 867 языков это языки отдельных деревень. То есть, например, вот у вас есть там несколько школ, то есть в них поговорили на разных языках, то есть на другой улице, в другом районе у вас поговорили на одном языке. Ну и вот такая вот там же ситуация по деревням. То есть в деревнях говорят на разных языках, может быть, слова совпадают, но означают они абсолютно разные вещи. Но все новогвинейцы, папуо-новогвинейцы, современные, знают английский язык. Это один из государственных языков и токписин. Токписин это смесь, как я уже говорил, английского, немецкого, там есть какие-то заимствования из португальского и прочих языков. И он не сильно, в принципе, отличается от английского. То есть, естественно, различия это есть, но есть много схожестей. Например, там, good afternoon, я приводил пример, это good afternoon на токписине. Так что, я думаю, если освоить токписин, это будет вообще замечательный специалист. Но если вы отправляетесь на Новую Гвинею, чтобы собрать качественный материал, естественно, вам нужен английский язык. И если вы будете знать язык местного населения, пусть даже вы на нем не сможете говорить, чтобы собирать вот эти этнографические материалы, но если вы на нем скажете хоть пару фраз, это будет таким жестом уважения к местному населению, естественно, они к вам будут больше доверять. так, у Никиты вопрос, да? У меня вот вопрос. Как получилось договориться с Австралией, но ведь Австралия в 71-м году, но в Гвине еще являлась колония Австралии, как получилось договориться с Австралией, если Австралия стояла в боке НАТО, и что еще холодная война? Холодная война и колонизация, деколонизация это в принципе вещи такие немного разные, мягко говоря. Вообще подготовка велась к независимости Новых Гвинеи, потому что там народ стремительно, учитывая, как опять же по своему примеру могу сказать, вот эту тягу к образованию, тягу к независимости, естественно, велась подготовка страны как раз-таки к формированию независимости. Независимого государства и Новая Гвинея стала независимой 16 сентября 1975 года и тоже опять же важно сказать, что вот этот переход от колониального государства к независимому он там прошел довольно мягко, то есть не было опять же стереотипа, что там колониальное правительство какой-нибудь, тиран там у власти и прочее, такого там не было. Там был первый человек, премьер-министр Майкл Самары, очень образованный человек, который прошел, у которого был политический стаж более 50 лет, он скачался буквально две недели назад и до сих пор идет прощание как с ним, как с лидером. И многие же говорили, несмотря на этот 50-летний стаж политический, он никогда не говорил о каких людях либо плохо, он никогда не отзывался плохо о каких-либо государствах, он, естественно, всегда был настроен на диалог, человек был безумно образованный и, естественно, задал вот этот тон следующим новогвенейским политикам, в принципе, как представлять свою страну. Но, в принципе, Австралия, важно подчеркнуть, что тогда уже шел общий вот этот тренд на деколонизацию. Естественно, Австралия, так как пыталась себя позиционировать частью страны, частью Азии, естественно, многие азиатские государства были также когда-то колониями, и она, чтобы войти вот этот в круг азиатских стран, они экономически потому что быстро развивались, естественно, колоний у них быть не могло. И пора бы уже Новогвинея было давать независимость, при этом идеи о независимости Новогвинеи выдвигались еще Советским Союзом в 60-е годы. Поэтому из-за вот этих вот общих политических, экономических, социальных факторов вот эта территория стала независимой. И у них, естественно, были для этого все условия. Еще есть какие-то вопросы? Спасибо большое за лекцию. Можно, если чуть-чуть позволите вопросов, но тоже не один, а несколько. Конечно. Артем Алексеевич, подскажите, пожалуйста, вот как сильно сказалось на развитии и в том числе на народах, на народах, живущих на Попуа Новогвинеи, Вторая мировая война. Мы знаем, что туда активно продвигались японцы в сторону Австралии. Как вот это все сказалось и отмечали ли советские следователи вот последствия Второй мировой войны? Интересный вопрос. Вообще последствия Второй мировой войны они так довольно плотно вошли в местное вот это сознание, потому что во-первых, ситуация была следующая. Японцы, которые туда пребывали, Япония тоже долгое время была таким государством, которое там притеснялось западными странами, естественно, и поэтому, когда японцы ввели войну, у них была такая пропагандистская деятельность, мол, мы когда-то тоже были как вы, то есть нас когда-то тоже считали, что мы с луками-копьями, а вот мы теперь у нас есть свои крейсеры, у нас есть свои самолёты, так что давайте развиваться и будем таким же, как и мы. Но, естественно, когда туда прибыли японские военные, они первое время пытались это хоть как-то насаждать, а потом у них кончилось продовольствие, потому что, как мы знаем, Япония — это не та страна, где можно развернуть вот эти сельскохозяйственные мощности, потому что там просто негде. И, естественно, у них начались конфликты с местным населением, то есть они начали отбирать у них, например, продукты питания, те же, которые они растили, свиней, кабанов, и отношения резко испортились. А когда, и, например, кстати, вот в ходе вот этих бомбардировок, то есть для населения, опять же, как тогда Миклуха Маклай прибыл, например, на корабле, из которого шёл вот этот пар, они считали, что это прибыл дедумящееся чудище, либо вот этот дым из-за океана обозначал конец света вообще. То есть, и так же, опять же, когда для них была бомбардировка, это было что-то невообразимое, естественно, их это безумно испугало, и отношения вот это, в принципе, с японскими солдатами очень сильно испортились. И в ходе бомбардировок, например, пострадали деревни, были утрачены, например, как я читал, опять же, у некоторых учёных определённые такие особые, единственные, можно сказать, по новогвинейским меркам особенно строения каких-либо каноэ. То есть, они были окончательно утрачены вместе с теми, кто, к сожалению, погиб там. И вот, когда туда прибыли австралийские, американские военные, естественно, у них с местным населением контакт был более такой продуктивный, потому что, во-первых, у них было продовольствие, они могли им и делиться с местным населением. Но в то же время сами новогвинейцы вообще увидели белых людей впервые. Там же жили до этого белые люди, но они как раз были колонизаторами. То есть, понятно, как они использовали труд местного населения. А тут прибыли солдаты, тоже белые люди, но при этом эти солдаты работали под солнцем также абсолютно. И, естественно, для них это был нонсенс. Ну и, естественно, вот эти, потом многие новогвинейцы вступали в добровольческие отряды. И также на культуру их повлияло, например, что летали самолеты и сбрасывали продовольствие. И новогвинейцам тоже, кстати, было неизвестно, что такое самолет, то есть, как это все работает. И они считали, что они показывают какие-то знаки. Например, там кто-то на взлетной полосе показывает самолету, что вот так вот там, например, определен знак, что надо сажать. Они считали, что надо, но они будут делать так же. И к ним также прилетит самолет и просят сбросить продовольствие. И из-за этого там они, например, также делали из дерева шлемы, очки. Ну, они считали, что вот этот вот набор их одежды и набор знаков, он помогает каким-то богам сбрасывать вот это продовольствие с ящики, с ящики еще с определенными вещами. Но, естественно, это было не так. И от этого культа, он называется карго, ну, то есть, от груза, груз, они только уже отошли многие в 70-е годы, в 80-е, уже с этим активно боролись, потому что были, ну, такие шевалатаны, которые пытались как-то нажиться на людях вот на этом культе. И так что вот он был с войны и только в 80-е, 70-е годы от него удалось избавиться. Я, Егор. Как у них сейчас развита медицина? Ну, вот на каком этапе? Пламенит, рентген, там, допустим, МРТ какой-нибудь. Спасибо за вопрос, да. Это медицина, но, естественно, есть в стране около, ну, более тысячи где-то врачей, то есть, включая медсестер и самих врачей. У них также есть в определенных больницах мощности, там, по тем же, по диагностике, то есть, это УЗИ, там, рентгены, МРТ, КТ. Но часть специалистов, медиков, они приглашены. Ну, то есть, они могут быть из Австралии, из европейских стран. Там есть, например, была почетная консульная на Евгении, российская, в нулях годах. Она, например, также врач. Так что, медицина там довольно развита. Сейчас они, опять же, пытаются бороться с ковидом. У них около, там, что ли, заболевших за последние, вот, полтора года. то есть, не такая большая цифра, как ожидалось. Там же считали, что если появится ковид, то страны довольно слабые. Говорили, что система здравоохранения, из-за того, что, естественно, диагностировать это как, но они пытаются все это делать. Они, ребята, ответственные в этом плане. Поэтому, за медициной они стараются, естественно, всегда следить и разворачивать какие-то дополнительные мощности, если надо. Для этого им, опять же, помогают австралийцы. Так, вижу вопрос. Шиллер, 36. Спасибо. Еще хотела задать вопрос. То же самое про путешествия в общественную страну. Знаете, вот, есть у разных стран своя особенность. К примеру, в Китае. Насколько я помню, если в ресторане человек, к примеру, обедать, ужинать, то не принято доедать все до конца. Есть ли именно какие-то особенности, чтобы не показаться человеком до местного нацеления? Да, это очень интересный вопрос, потому что, когда, спасибо, выстраивают отношения с новоквенецами, приведу такой пример, опять же, как показали экспедиции Миклух-Макла и советские экспедиции, современные, новоквенецам всегда очень важно, с какой целью к ним пришёл человек. То есть, у них довольно богатый опыт, как бы у них была и колонизация, и прочее. И для них очень, ну и для них важно знать, к какой цели он пришёл. И когда, если человек, естественно, приходит с миром, когда он приходит с такими дружественными намерениями, то они к нему, естественно, относятся абсолютно так же. это уникальная черта местного населения, потому что, например, они никогда ничего не потребуют взамен. Они с удовольствием помогут, если человек их друг, но не будут у него что-то, естественно, просить, так как пометуешь, что вот когда-то они тоже помогли человеку. И при этом это как раз располагает дружественным контактом. Естественно, с новогвинейцами надо быть искренним, потому что, вот могу привести пример, тоже многие учёные писали, например, приезжали какие-либо европейские бизнесмены и сидели с новогвинейцами с каменными лицами, как принято на переговорах, то есть они вот сидели серьёзные, чтобы показать свою серьёзность и заинтересованность, потому что они привыкли так делать. А новогвинейцы на них смотрят, они с ними общаются, улыбаются искренне, а при этом смотрят и видят напротив себя каменные лица, и они думают не то, что они серьёзно относятся к делу, они просто думают, что они не заинтересованы Потому что они не искренне и не радуются, что вот сейчас у них будет совершаться кое-сотрудничество. Поэтому с новгоинейцами всегда важно показывать ей свои эмоции. Если вы счастливы, улыбаетесь, то они, естественно, ответят вам тем же. И ещё есть у них такая особенность, у них все споры. Вот как мы знаем, некоторые могут разрешать споры, то есть победивший и есть проигравший. И проигравший особо, не особо любит того, кто победил в споре. То есть если это серьёзный спор. То у новгоинейцев, у них какая логика? Они понимают, что с тем, кем они спорят, им там рядом жить в соседних деревнях. Им там ходить в одну школу, в один университет, на одну работу. Поэтому в споре нужно достигнуть консенсуса. То есть чтобы и одному было хорошо, и другому как-то пытаться разрешить этот спор. И когда у них даже некоторые суды заканчивают с тем, что они вместе фотографируются. То есть с две стороны, ответчик и стец. И едут куда-то там, дарят друг другу подарки и едут отмечать всё это дело. Так что новгоинейцы – это народ очень искренний и дружелюбный. Естественно, если к ним проявлять такую же искренность и дружелюбие, то будет максимально плодотворный контакт. Вот такая вот у них интересная особенность. Вижу у Никиты вопрос. А могут ли какие-то новгоинейцы поехать на стажировку, например, в страны Европы, или Америки, или даже Австралию? Да, естественно, развитое научное, образовательное сотрудничество, гуманитарное. Например, всего пару лет назад в Россию прибывали новгоинейцы из российских университетов. Там были и студенты, и преподаватели, профессора, лекторы. То есть, естественно, они побывали и в Петербурге, они побывали и в Москве. И так же это было организовано и фондами «Плухмаклая» при поддержке Россотрудничества. Так что, естественно, отправиться они могут без проблем куда угодно. То есть, они учатся новгоинейцы и в Австралии, и в Соединенных Штатах. Вот, например, огромное желание новгоинейцев есть учиться в России, изучать русский язык, потому что там был в 2019 году открыт российский культурный центр, где они также могут изучать русский язык, знакомиться с русской культурой. Поэтому, естественно, стоит надеяться, что будет большой спрос на новгоинейцев и на российское образование. С этим у них проблем нет. Да. У меня вопрос по поводу, как у них развита энергетика. Энергетика в плане добычи или энергетика в плане электричества? Ну, вот в плане добычи энергетики, то есть, это гидроэлектростанции, это атомные электростанции. Да, интересный вопрос, спасибо. У них есть, во-первых, Новогвиней — это страна такая, довольно богатая водными ресурсами. То есть, у них есть реки довольно полноводные, и на этих реках также есть гидроэлектростанции, которые обеспечивают электричеством какие-либо части страны. При этом у них есть в плане добычи, как я уже говорил, это большое количество газа. Причем газ как месторождение у них есть на суше, то есть, например, на самом материке, так и шельфовые, то есть, вокруг вот этой акватории страны. Есть у них в плане энергетики, они сейчас как раз реализуют программу, и они хотят электрифицировать страну настолько, что еще 80%, точнее, нет, 69% плюсом к тому же населению, у которого есть электричество, получат себе его даже в отдаленные районы. Так что они эту программу также на саммите АТЭС на последнем запустили. Так что у них не в деревнях, естественно, где-то с электричеством могут быть какие-то проблемы, но в крупных городах практически нет, единственное, что у них случается, это блэкауты, как они называют, то есть там, когда электричество может отключиться в обед на час, ну а потом снова включиться, потому что, естественно, есть проблемы, так как электричество проводится в некоторых частях страны, довольно удаленных, и за каким-то они следить могут, успевают, а за каким-то из-за влажного климата, из-за высокой влажности, из-за температуры, там всегда плюс 27, естественно, какие-то электрические сети могут выходить из строя. Но они тоже движутся в этом направлении, о том, чтобы электрифицировать страну максимально, чтобы электричество было у всех, потому что электричество для них, это не только, например, доступ, там, ну, к апричным благам, там, телефон зарядить, ноутбук зарядить, для них электричество — это также доступ к образованию, для них электричество — это лучшие контакты для предотвращения стихийных бедствий, то есть, естественно, плюсов от этого будет много. Ну и добыча там ведется, естественно, активно, и не только там, например, газа, нефти, но и меди, золото, в стране тоже много никеля, серебра, то есть, естественно, добывать там тоже есть чего. Так, вижу вопрос Макса Полу-Боярцева, Марка, Марк. Не слышно ничего, к сожалению. Может быть, в чат как-то задать? — Небольшая пауза, я еще хотел, знаете, один тоже вопрос задать. Вот по антропологическим параметрам. Само население Папуа-Ново-Гвинеи ближе к кому будет? Австралоиды, негроидная раса? — Да, спасибо за вопрос. Они ближе, как сказать... — Да, еще, если можно, прям, может быть, конкретно выделить какие-то антропологические, конкретные особенности данной группы населения. — Да, они есть. Спасибо. — Спасибо за вопрос, да. То есть, они относятся к так называемым экваториалам, то есть, вот это те, для которых характерен, например, темный цвет кожи, довольно широкий нос. Тоже у них особенность — это курчавые волосы. Причем вот это вот курчавые волосы, например, считали, что... Западные ученые считали, что это, например, они растут пучками. Не как у нас, например, по отдельности. Они считали, растут пучками, из-за этого они, естественно, являются какими-то там животными предками европейцев. Естественно, это не так. Это, наоборот, очень удобно. Опять же, по-своему, могу сказать, из-за этих вот кучерявых шапок, которые у них есть, вот такие вот, у них волосы, если они у нас намокают и просто-напросто ложатся, то у них волосы... то у них на волосах вода скапливается капельками. То есть, и не позволяет из-за плотности максимально стать сырой, что, естественно, тоже довольно удобно для них. По самому типу они ближе к австронизийцам. То есть, естественно, и там, причем у них, несмотря на то, что у них еще есть 867 языков, из-за этого у них, в принципе, они немного разные в плане этноса. То есть, они могут быть внешне, например, похожими в одной части страны, в другой, но при этом генетически у них будут иметь какие-то или места какие-либо... ну, просто разница. Потому что у них страна такая довольно... там, джунгли, и горы есть, и реки. И, естественно, многие племена и многие люди могли развиваться одновременно, но в то же время из-за того, что они не могли бенгрировать в какие-то части страны, они могли развиваться обособленно. Из-за этого у них такое богатое генетическое и культурное многообразие. А, ну, еще интересно, кстати, вот в этом плане, что новогвинейцы, например, преимущественно едят там ботат, кокосовое молоко, кокосовая мякоть, там, курица, это все есть, но при этом они пищу употребляют белковую не так много, но при этом также видно на фотографиях, что они все довольно физически крепкие. То есть, естественно, если мы, например, будем питаться одними овощами, естественно, я не думаю, что будет результат такой. Тоже у них есть интересная такая особенность. Хорошо, спасибо большое. И у нас еще у ребят есть один вопрос. Так, представь, пожалуйста. Меня зовут Егор. У меня такой вопрос. Сколько деревень на Попуал Новогвиней и все ли они известны? Сколько чего на Новогвиней? Это деревень. Может быть, количество населения увеличится? Ну, и, конечно, население. Хорошо. Да, спасибо за вопрос. Это очень интересно. Во-первых, само население на Новой Гвинеи составляет около 9 миллионов человек. То есть, это было население там 8,6 миллионов, потом и далее, и далее, и растет почти до 9 миллионов. И причем ожидается, что население Новогвиней вырастет в ближайшие годы еще как минимум там процентов на 30, на 40. То есть, у них очень быстро идет рост населения, это всегда практически прирост. Поэтому в этом плане у них, они хотят использовать его максимально качественно, чтобы, например, из деревень люди приезжали в города. То есть, в деревнях есть соблазн такой у некоторых людей, например, у них тепло, у них есть крыша над головой, то есть, у них есть одежда. Они могут везти огородик и жить себе спокойно. Но в то же время, чтобы экономика страны развивалась, нужны люди, которые занимаются образованием, у которых есть специализация. Естественно, для этого человек должен окончить университеты и прочее. Естественно, они хотят нарастить вот этот приток населения из деревни в города. То есть, чтобы была урбанизация, чтобы люди образовывались и чтобы люди становились специалистами. Ну, а говоря о городах, там около, есть 10 крупных городов, преимущественно все эти города, они прибрежные. То есть, там это и порты, естественно, с довольно, ну, развитой инфраструктурой. И при этом у них я количество деревень, к сожалению, точного назвать не могу, но деревень у них очень много. Например, если мы, как у нас, в принципе, если мы и поезжаем из-за города, то есть, естественно, мы видим какие-то поселки, такие и прочие населенные пункты между большими городами. Естественно, у них это то же самое, только деревни у них могут располагаться, например, там буквально в нескольких километрах друг от друга и с большой вот этой плотностью. Тут Марк спрашивает про систему правления на Новогвинеи. На Новогвинеи вообще конституционная монархия, то есть у них как бы считается, что глава государства — это королева Великобритании. Но в то же время у них есть, ну, как, в принципе, у многих приемов, например, у Канады тоже считается, что, по сути, глава — это королева Великобритании. Но у них есть свой, так же, как и в Канаде, в Австралии, и вот этих многих странах, конституционные монархии, у нас, у них есть свой парламент. В парламенте лидер — это премьер-министр, премьер-министр — это вот тот фактически именно глава государства. При этом у них есть партии, то есть есть партии, которые на стороне премьер-министра, есть партии, которые, наоборот, как-то борются за власть. И там еще такая особенность на Новогвинеи, из-за культурного вот этого большого многообразия, там огромное количество партий есть. То есть там есть, например, партии в парламенте, где, может быть, один человек в этой партии, он представляет вот эту партию в парламенте. Но в целом у них есть премьер-министр, у них также проводятся выборы. Вот у них скоро будет выбор в 2022 году, если я не ошибаюсь. Они к ним готовятся, они ведут перепись населения. То есть у них довольно все цивилизованно, тоже в отличие от всяких стереотипов. И, опять же, личный пример могу привести. Например, спор в парламенте ведется таким образом, что представитель правительственной партии говорит, что он не согласен с другим представителем другой партии. Тот встает и говорит, то есть спасибо, что вы обратили внимание на эту проблему, но я с этим не согласен, потому что, потому что, потому что. Так что все очень там цивилизованно. Естественно, парламент, там люди могут приходить в парламент, вот у них есть специальные места, они для этого специально там регистрируются, чтобы послушать заседание. То есть вот так вот. Вижу вопрос у Шиллер 36. Да, я была представитель, меня зовут Мария, и у меня вопрос насчет туризма. Как безопасно путешествовать в Новую Гвинею насчет местных болезней, например, тех же самых насекомых и представителей, собственно, флоры и фауны? Да, интересный вопрос. Вообще по путешествиям на Новую Гвинею, и начну, опять же, с личного примера, когда мы отправлялись туда в 2019 году, я отправлялся туда впервые, но все равно база о стране была, ну то есть знание, как бы я понимал, что там, естественно, много стереотипов, ну может быть что-то преувеличено, но мне все равно все говорили, иди, посмотри, какие тебе надо сделать прививки, а то там же полно болезней. Я прихожу в больницу, думаю, ладно. Говорю я, я еду туда-то, туда-то, какие мне нужны прививки? Мне говорят, ну, а передо мной, кстати, парень вообще выходил, он делал прививку от желтой лихорадки, а желтая лихорадка встречается и в Азии, и в Латинской Америке, но не на Новой Гвинеи. И мне говорят, какие у тебя есть прививки? Я говорю, ну вот, у меня в карточке написано, что у меня от столбника есть. Их делают еще в школе, у меня она еще более-менее свежая, так как выпустился я всего там, ну сколько там, лет шесть назад, наверное, семь. Ну и вот мне сказали, раз у тебя есть прививка от столбника, а то, пожалуйста, ну, люди, все, тебе больше делать-то ничего и не надо. Хотя и сказали, может, тебе от желтой лихорадки сделать, и сказали, а смысл тебе делать, ее там нет. И в плане контакта с насекомыми, естественно, как большая такая есть, тоже опасение вызывает, что там есть малярия, а малярию, как мы знаем, переносят комары. И поэтому первое время, естественно, такое было настороженное отношение к комарам. Но, в принципе, все это можно легко избежать. Например, просто надеть футболку не с коротким рукавом, а с длинным. И то есть, например, не шорты, а легкие штаны, чем-то покрыть голову и все. То есть, в принципе, сколько там времени было, никто малярией в этом плане не заболел. Но, говоря о каких-то пауках, змеях, то такого я вообще не видел. Потому что мы были преимущественно и в столице, в Папу, в Новом Гвине, и в Порт-Морсбе, и в Маданге. То есть, там уже культура на северо-востоке, там уже такая природа была более дикая. Но, в принципе, и ни змей, ни пауков, никого я там не видел. Единственное, что я видел, это бабочка такая, к размерам с воробья, наверное. Которую я сначала по привычке подумал, почему воробей здесь летает, посмотревает, была бабочка такая. И как раз потом оказалось, что на Новом Гвинеи многие студенты рассказывали, что у них одно из столиц, они родом из, где вот эти бабочки считаются крупнейшими в мире. Поэтому удалось столкнуться с максимально красивым созданием природы, а с опасным нет. Ну, потому что так же города, в принципе, им взяться оттуда неоткуда. Если, например, у нас есть большие города, то змеи здесь не найти, только в природе. Ну, и там абсолютно то же самое. И туризм, кстати, там довольно развит. Там есть также отели, в отелях есть бассейны, теннисные корты, такие же рестораны. Также там играет музыка, все то же самое. Эрнест, вижу, вопрос задает. Ничего не слышно. Может быть, в чат? Да, наверное, пока в чат сейчас, может быть, вопрос напишу. Но я в любом случае, сейчас еще будут, конечно, вопросы. Но хотел воспользоваться небольшой паузой, поблагодарить за сегодняшнюю лекцию. В общем, даже если вот так посмотреть, конечно, речь шла конкретно о советских экспедициях на Папану в Вене, но тем не менее, любая экспедиция, вы рассказали действительно, из чего состоит ее структура, то есть цель экспедиции, набирается действительно экспедиционная команда. Это любых касается. Не важно, куда ребята поедут, там на Папану в Вене, другие экспедиции, это будет экспедиционная команда, где действительно у каждого члена экспедиции есть свои цели, задачи. И вот замечательно, что вы затронули вопрос, конечно, о пребывании в разных местах, не менее, ну, как бы хотя бы небольшой какой-то навык, знакомство с культурой, обычаями этого народа и желательно чуть-чуть хотя бы знать этот язык. Это очень важно, действительно. И опять-таки, это не только далеких стран, это касаемо территории России, скажем, ну, в той же самой Дагестане, если вы будете, да, то есть там, 40 народов народности, да, в том числе даргинцы, аварцы, пожалуйста, у них свой язык даже среди даргинцев. Ну, тем не менее, какие-то общие фразы можно выучить. Спасибо вам за такую структурность. Я думаю, что ребята из этого могут извлечь и в том числе для себя практически навык. В дальнейшем, если будет у них желание присоединиться к какой-либо экспедиции, это использовать в любом месте мира. Спасибо. Да, спасибо вам. И у нас будет даже четвёртая лекция, которую вот в первых трёх мы изучаем, 19-е, 20-е, 21-е века, а в четвёртой уже будем изучать вот эти практические особенности напрямую. То есть, например, что вот когда собирает какой человек информацию этнографическую, естественно, например, важно понимать, что носители вот этого всего, это люди довольно преклонного возраста, поэтому к ним тоже нужен особенный подход, например, вытягивать из них там, и, естественно, какую-то там, ну, не то что давить, просто надо учитывать физиологические вообще способности этих людей, долго говорить, долго что-то рассказывать и прочее. То есть это всё интересно, да, об этом мы, естественно, поговорим. У Никиты, вижу, вопрос есть. — А в кого верят жители Новой Гвинеи? — Это вот по какой-то вопрос вижу по государственной религии. Но в Новой Гвинеице преимущественно христиане, и, ну, естественно, есть какие-либо традиционные верования, но в основном это христианство. И опять же, касательно христианства, вот туда, например, на Новую Гвинею, недавно отправился православный священнослужитель. Там уже есть и новогвинейцы, которые исповедуют православие, и то есть даже населённый пункт, несколько населённых пунктов, там с населением более тысячи человек также заявили желание присоединиться к православной вере. Но преимущественно они, естественно, христиане. То есть там католики, протестанты, и вот теперь православные там тоже есть. Так, есть ли у кого-то ещё вопросы? Ну что ж, если вопросов больше не вижу, спасибо вам большое, что как раз-таки подключились к сегодняшней лекции. Всегда интересно работать с Краснодарской академией, потому что всегда большая отдача, естественно, приятно, и время прилетает довольно быстро. И ребята молодцы, и организаторы, спасибо вам большое. Алексей Александрович, Дмитрий Всеславович. Всегда рады, всегда рад участвовать в ваших мероприятиях. Я с вами не поздоровался, но вот сейчас хочу это сделать. Здравствуйте, Артем. Здравствуйте. Здравствуйте, ребята. Дмитрий Всеславович. У меня всё-таки задам вопрос, если можно. Вот я думал, вдруг кто спросит. Может быть, я пропустил, когда вы рассказывали. Но вопрос у меня следующий. Вот прошло около ста лет между теми экспедициями, о которых вы рассказывали в прошлую встречу, экспедициями Николая Николаевича, и вот советскими экспедициями. И в 20 веке наши исследователи столкнулись с тем, что сохранилась память о Николае Николаевича, и в тех событиях какие-то слова вошли в язык. Прошло сто лет. А сколько поколений сменилось? Есть ли об этом информация? Да, там где-то три поколения сменилось. Сейчас это уже пять, получается, поколений. То есть современные поколения — это пять. И там даже были, например, моменты, когда советские учёные, они, естественно, брали с собой дневниковые рисунки Николых Маклая. Потому что прошло-то сто лет, но в целом могли бы быть какие-то люди, которые были довольно преклонного возраста, и кого-то узнать, хотя бы в детстве они видели. И вот как раз они достали рисунок Туя, вот этого папуаса, с которым дружил Миколух Маклая в 19 веке, и старейший житель деревни, его звали Танок. Если я вот сейчас покажу в презентации, он должен здесь быть. Вот он. Вот как раз они рассматривают здесь рисунки. И вот он узнал на одном из рисунков Туя. То есть, естественно, у них люди также, может быть, отец похож на сына и прочее, но и сын, точнее, на отца. То есть, и там же сложилась такая ситуация, и вот он в таком случае узнал того самого Туя. То есть, это внуки и правнуки. Да, да. И Миколух Маклай, когда проводил экспедицию, он в 1971, например, провел первую, в 1972, там потом в 1976, в 1977. А когда он уже прибыл туда в 1883, в последний раз, он уже сам писал, что сама природа-то ему так же знакома, что всё ему как дома. То есть, он уже считал это почти своим домом. Но он говорил, ну, в то же время население, которых он видел там ещё детьми, уже стали такими взрослыми людьми, уже у них были семьи. Но всё равно память вот эта о нём сохранялась, но пока линии сменялись, он это тоже замечает. Вот мне кажется, это, наверное, самый удивительный факт, что в народной памяти сохраняется такая информация, и спустя сто лет можно что-то восстановить, какие-то события реконструировать, да, из рассказов местных жителей, из тех слов, которые сохранились у них в обиходе. Это очень здорово. Например, в Краснодаре, да, вот спроси у кого-нибудь, что было в 1921 году. Ну, мало кто. Кроме профессиональных историков, навряд ли кто-то рассказывает, как жил наш город, да, нет такого представления. Спасибо вам большое, было очень интересно, спасибо познавательно узнать о том, что в 20 веке не оставал интерес к вот этой теме, и в том числе и наши соотечественники поучаствовали в изучении культуры и особенностей, да, Пакуа, Новая Глиня и других государств, океане. Ждем рассказывать теперь о 21 веке, хотя в прошлый раз и в этот раз вопросы, которые вам задавали, они уже в ваших ответах многое дали нам информацию о сегодняшнем дне, о том, как сейчас Пакуа, Новая Глиня и живет. Но я думаю, что все равно у вас еще в запасе много интересных историй и о 21 веке Новая Глиня. Да, конечно, и фильмы, естественно, все ссылки приложим, так что, чтобы было максимально полное представление об исследованиях. Спасибо. Уважаемые участники сегодняшнего мероприятия, вот можно действительно, если сейчас на секундочку, буквально на минуту, включить экраны всех, ну, чтобы, может быть, да, с той стороны вас немножко увидели вот хотя бы на секунду. У кого есть возможность камеру подключить? Включите, пожалуйста, камеры. Так, ну, кто-то еще, кто у нас присутствует? Так, вот Эрнест, Ярик появился. Хорошо. Так, Тигран. Так, ну, у остальных, ребят, может быть, получится или не совсем, да, получается? Так. Постарайтесь камеры включить все, пожалуйста. Дмитрий Мстиславович хочет общую фотографию, наверное, сделать, да? Ну, в том числе, да, сделать принтскрин и все, чтобы уже отобразились лица, а не черный экранчик. Это у нас получается так только надпись и все. Все хорошо, спасибо большое. Ну, будем считать, кто смог, тот смог. Включить, спасибо. Спасибо, Дмитрий Мстиславович. Спасибо, коллеги, все те, кто сегодня включился, и Артем Алексеевич вас особенно благодарен. До новых встреч. Да, до новых встреч. Спасибо за участие. Ждем на следующей лекции. Спасибо. 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 Спасибо.